Сложные объекты, состоящие из взаимосвязанных частей и существующие как единое целое, принято называть системами. Так, например, в начале урока вы выполняли задание, связанное с различными устройствами, входящими в состав компьютера. То есть можно рассматривать компьютер как систему. Но клавиатуру также можно рассматривать как систему. Любой реальный объект бесконечно сложен. Степень детализации при описании его состава зависит от того, для чего это нужно. Один и тот же объект в одних случаях может рассматриваться как система, включающая в себя другие подсистемы и объекты, а в других, как простой элемент или подсистема, входящая в другую систему. Всякая система определяется составом своих частей и структурой, порядком объединения элементов в единое целое. Для описания систем часто используются их представления в виде графа. На рисунке в виде графа представлена система избирательных комиссий в Российской Федерации. Соединение, интеграция отдельных элементов в единое целое, приводит к системному эффекту, возникновению у системы новых свойств, не присущих ни одной из ее составных частей. Нарушение элементного состава или структуры системы ведет к частичной или полной утрате ее функциональности. При исследовании тех или иных объектов окружающего мира недостаточно рассмотреть по отдельности каждый из элементов, входящих в их состав. Изучая деятельность системы, нужно учитывать не только все ее элементы, но и связи между ними, а также взаимодействие системы с окружающим миром. В этом состоит суть системного подхода. Способность применять системный подход и оценивать на этой основе ситуацию с разных точек зрения является основой системного мышления, позволяющего человеку выбирать наиболее эффективный путь решения возникающих проблем. Во всем многообразии окружающих нас систем можно выделить системы естественные, природные и системы искусственные, созданные человеком, которые в свою очередь можно разделить на технические и общественные. Между элементами многих систем существуют связи – материальные и информационные. На основе информационных связей построены общественные социальные системы, представляющие собой различные объединения людей. Информационные связи в системах любой природы состоят в передаче информации от одного элемента системы к другому, в обмене информации между элементами системы, в хранении и обработке информации, то есть представляют собой информационные процессы. Информация ценна не сама по себе. Она нужна для того, чтобы обеспечить успешность некоторых целенаправленных действий. Планомерное воздействие на некоторый объект с целью достижения определенного результата называется управлением. Изучением процессов управления в живых и неживых системах занимается наука кибернетика. С точки зрения кибернетики управление происходит путем информационного взаимодействия между управляющим объектом и объектом управления. Передача информации от управляющего объекта к объекту управления называется прямой связью. Обратная связь – это процесс передачи информации о состоянии объекта управления управляющему объекту. Назначение обратной связи – корректировка управляющих воздействий на объект управления в зависимости от его состояния. Все системы управления можно разделить на неавтоматические системы управления, человек занимается управлением самостоятельно. Автоматизированные системы управления – АСУ. Сбор, необходимый для принятия решения информации, и ее обработка производится автоматически, а окончательное решение принимает человек. Системы автоматического управления – САУ. Все операции, связанные с процессами управления, происходят без участия человека, по программам, предварительно подготовленным человеком. Количество автоматизированных и автоматических систем вокруг нас неуклонно возрастает.